добрый день дорогие зрители моего канала youtube проекта люди которые клиенты которые пользуются моими услугами просто люди которым интересно интересно то что я делаю вот сожалению я пускай не так часто ролики сейчас я буду пускай почаще ролики и делать онлайн трансляции буду пытаться отвечать на ваши вопросы сейчас мы разгреблись в принципе с работой помощником и у нас есть возможность отвечать на ваши вопросы в онлайн режиме так что вот так значит вкратце ситуация такая сейчас я как раз начинаю делать очень интересный веселый случай это в том числе и говорит о том насколько много женщин зашоренные живут своей какой-то скорлупе и боятся себя показать боятся начать жить по-другому тем самым они лишаются жизни своего будущего свое время ну вкратце теперь расскажу о ситуации это женщина и в районе 45 47 лет у нее трое детей живет она в германии живет уже лет 20 25 работает у нее муж скажем так человек который пытался забить все женское в этой женщине уничтожить ней женщину и жить на ней грубо говоря за ее деньги пользуются ей как мы удобно бухавший и таким образом она прожила почти больше 20 лет боявшись выйти от своего мужа боявшись что дальше будет какая дальше жизнь боявшись кого-то обидеть боявшись начать новую жизнь начать жизнь с нуля не боясь людей не боясь поступков не не боясь того что произойдет дальше это почему я решил рассказать об этом случае потому что многие женщины не меняют свою жизнь пытается что-то изменить именно потому что они боятся боятся чего того что будет дальше боятся обидеть боятся быть непонятыми и боятся остаться одним скажу вам так что лучше быть одной чем когда ты морально и физически подавлена унижена и тобой как женщина никто не интересуется а тобой только пользуется как человеком который должен постирать приготовить заработать денег но как женщины как человеком вами никто не интересуется человек который живет с вами рядом для него ты становишься просто скажем так чем-то непонятным прислугой вот прислуга или мамой данной ситуации большинством женщина я говорю что вам не надо бояться изменить свою жизнь потому что любовь приходит и 45 и 47 50 лет всегда можно найти своего человека если ты идешь к этому стремишься и пытаешься что-то изменить если ты сидишь на месте всего чего-то боишься и боишься перевернуть страницу идти дальше то ты нигде ничего не добьешься ты боишься обидеть близких мужчину сколько который тобой не интересуется которым ты не нужна как женщина ты просто убьешь себя как женщина вот и все и многим женщинам которые в таком браке там лет по 25 по 30 живут и потом мужья уходит к любовницам а перед этим они 5 или 10 лет они не интересовали женой не физически не морально не писались как она себя чувствует что она делает куда она ходит не интересовали с ее жизнью они просто делали то что им удобно я всегда говорю перед тем как они ко мне обращаются что подумайте может вам стоит начать жизнь заново с чистого листа чем не перестать бояться чем идти запрошу и только если уже женщина сама уверена в том что есть стоит это стану стоит того когда я делаю работы возвращаем молодого человека в данном случае это женщина была достаточно заслуга на старшему ребенку 19 лет прожили не всю жизнь германии она работал работал больше мужа все свои деньги скрывала жили они по сути на деньги на деньги жены все почти там 20 лет жизни в германии в один прекрасный момент эта женщина поняла что она больше не может так жить что ей не интересуюсь как женщина сексуальные отношения у них там раз полгода а ее единственные единственное для чего она создана получается в этой семье это готовить стирать убирать и получать претензии иногда крики от пьяного мужа который ничем кроме как бутылкой водки после работы не интересуется и жену как жена как коварим и не нужно ему интересны и сколько она зарабатывает что она придет домой что она будет делать даст ли она ему денег на ему интересно это женщина как она взяла и сделала первый раз свою свою то есть эта женщина сам по себе всегда искала отговорку что ну вот он меня будет но там будет плакать что подумают ну вот на про меня будет плохо думать в одной иной другого-то другого пару она совершенно случайно встречает мужчину по сайту знакомств и этот мужчина начинается вестись как настоящий джентльмен он не женат он уже был разведен русский немец вот и провстречавший с ним месяц примерно он случайно узнаешь что она оказывается у нее есть муж что она у нее есть семья скажем так и он разворачивается и уходит и говорит нет ну просто я я привык жить серьезных отношений раз так раз нет хотя достаточно красиво ухаживала в порядке и она ходе этих обстоятельств берет и бросает в один момент мужа скорее всего бы если бы не появилась вот эта случайная взаимосвязь но не встретил случайно на сайте знакомств мужчину она бы никогда не бросила своего мужа потому что либо было страшно она бросает своего мужа резко съезжает на другую квартиру вот затеивает развод причем такой развод что муж вместо то они пополам покупали квартиру в ипотеку а муж остается в этой квартире в этом доме и говорит что ну я с твоей зарплаты буду снимать еще за ипотеку половину ну а дома не останется муж не платит алиментов трое детей то есть она дальше дает на себе ездить вместо того чтобы защищать свои права в германии это и в любой части европы права женщины очень сильно защищены вот и вместо того чтобы получать элементы потому что там младшему ребенку 6 лет старшему 18 она ему еще доплачивает за ипотеку этого дома вот это называется страх страх что-то делает выйти из удобной конструкции вот она связывается с этим мужчиной который сказал все растяжена то я все свободно и не происходит еще несколько встреч встреч 5-10 и этот мужчина пропадали вот ну естественно мужчина остался в памяти нашей женщины очень сильно вот она обращается начинает искать извиняюсь я простыл немножко она начинает искать колдунов которые помогут ей вернуть эти отношения все отношения там длились там четыре пять месяца мужчина тоже взрослые там 47 лет вот и первый 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 так называемая ведьма которая которая находит начинает ей грузить что да 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 я за неделю справлюсь все все поможет наша девушка после 900 евро через три дня оказывается что у ее любимого мужчина по словам нашей колдуньи на нем какой-то сильный приворот от бывшей жены она просит еще 900 евро вот и опять обещаешь и через неделю все 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 вернется на круги свои все будет отлично проходит там еще грубо говоря две недели она рассказывает что там на нем сильный приворот от какой-то любовницы и нужно еще что-то сделать и и берет еще 2000 евро и проходит еще две недели естественно ничего не происходит но по факту она даже не видела это не видела не слышала эту женщину она увидела в соцсетях она с ней даже не по телефону не общалась не прием она общалась только по и моему и вот по и моему она платила женщине деньги опять же дорогие женщины и мужчины если встречать если вы ищете кулуна прежде всего найдите человек который свободно отвечает на телефонные звонки у которого есть история социальных сетях который не прячется говорит кто есть на самом деле которым можно если что записаться на прием там человеку кто не скрывает свое лицо не представляется чужими данными скажем так любом случае человек который не скрывается показывает себя какой он есть он реально значит он не боится ничего делает честно свою работу не боится осуждение другой страны вот и все так что вот так вот и в оконцовке ситуация дошла до того что наша женщина звонит пишет этой женщине и говорит что ну вот ничего не получилось что что же делать я уже потратил приличную сумму денег так на секундочку она зарабатывает из плане тысячи евро да она уже там на тот момент потратила полторы или две зарплаты своих с учетом того что она еще и муж помогает ипотеку погасите в ней трое детей она она переехала снимает комнату маленькую комнатушку типа квартиры но маленькую квартиру где живет и еще и муж умудряется каким-то образом не брать в долг бывший муж после этого она говорит ну тут у него у вашего мужчина очень очень много порчи очень много негатива нам нужно сделать консилиум ведьм из 16 из 16 самых известных ведьм на всей планете и предлагает еще и доплатить в крайне 10 тысяч евро на что наша девушка естественно открывает глаза и и понимаешь что что ты уже какой-то бред она уже заплатил прилично денег а тут еще какой-то консилиум виде 16 ведьм ну слава богу до нее дошло что это обман мошенничество она посылает эту девушку куда подальше говорит что вы меня обманываете я платить ничего не буду то есть письме отвечает что ну и слава богу он ничего этого не стоит ты все правильно поняла вот то есть вот так вот заплатив почти 5000 евро и не слышав не видев человека ни разу общаясь по электронной почте ну за 5000 евро и даже не как он делал работу не отправил ни какой-то не вне общения никакого толку не было все по электронной почте после этого она еще обращается какому-то и ищет дальше обращается какому-то колдуну который обещает за 200 долларов за два дня что но естественно работа любая работа делается достаточно долго вот от недели до двух с половиной бывает три недели делается такого невозможно чтобы на следующий день там или через день кто-то вернулся естественно получив там 200 евро человек пропадает после этого один из клиентов который ко мне обратился посоветовал меня и она ко мне обратилась и ну я посмотрел сразу увидел что у данного мужчины достаточно много женщин у нее такой выработан стиль поведения что он сначала женщине рассказывать все же всего этому свадьбу то есть очень красиво ухаживает все что угодно лишь бы добиться сексуальных отношений максимум отношения длится для месяца месяца и потом он находит причину по которой расходится просто женщинами так мужчина уже достаточно взрослый уже 47 лет тоже 47 или 48 он уже не женат бывший раз в годе лет 10 или 15 я естественно объяснил моей клиентке ситуацию что достаточно смешная ситуация вот и она согласилась сделать приворот сильный и узду чтобы привлечь так как они разошлись и он больше не хотел с ней общаться и узду чтобы он не гулял по другим женщинам значит это какого в данный момент я как раз это буду заканчивать параллельно этому я достаточно плотно с этой женщиной общался потому что она пришла через моих знакомых в германии который мне помог я узнал что она до сих пор платит мужу за часть за часть ипотеки за дом муж не периодически какие-то деньги в дом перехватывает бывший муж извиняюсь она стадию развода уже почти закончилась она даже не заявила свои права на алименты на половину дома и на половину тех денег которые она казалось откладывал пока они пользовались только ее деньгами то есть она зарабатывала а он откладывал деньги и копил себе на банковском счету то есть все это она решила оставить когда я начал с ней разговаривать я понял что эта женщина просто ну очень мягкая и просто всегда боится осуждение боится того что грубо говоря ее осудит за то что она там например развод затеяла или за то что она там отсудит или заберет то что ей сильно по закону положено то есть и я и попытался открыть глаза на то что начни жить ну перестань прощать людям которые тебя ничего не стоят не ценят ни во что не ставят и кроме этого я помог и она сейчас начала процесс честно начинает процесс против своего мужа чтобы вернуть половину дома чтобы не жить съемную съемной квартире и чтобы получать алименты и какие-то отступные эти деньги которые заработали в семье но по факту многие женщины так поступают вы поймите когда вы все отдаете говорите мне ничего не надо хотя вы прожили с человеком 5 10 15 лет вы работали также как он ну то есть вы либо сидели дома обихаживали своего мужчину либо возили с детьми эти деньги и эти квартиры или что собственность они достанутся не вам в конечном итоге расстанется вашим детям муж принципе может просто-напросто проебать эти деньги да и ничего не достанется одно дело когда мужчина и женщина не в браке живут вместе да у кого у каждого есть достаток у женщины и достаток мужчина есть достаток и это понимаю каждый расходится со своим со своим то что то что было на то на том и разошлись но в данном случае они расходятся не со своим то есть расходится с тем что заработала его жена то есть часть дома была заработана честно ей вот и она просто боялась осуждения пока вы не перевернете страницу не начнете жить жить полной грудью перестав бояться мужчины или осуждение вы не начнете никогда новую жизнь пока вы начнете себя принципе уважать научитесь себя для начала уважать когда вы научитесь себя уважать тогда иван будет уважать вторая половинка в том числе мужчина как только вы обесцените себя и свой труд свою работу в отношениях в тот момент то есть это же глупо когда женщина уходит играть мне не надо алиментов мне не надо ничего как бы это пускай он своими элементами подавится он там то подавится тут идею мотом ему да все равно будет на то что это как он не платит он ему даже лучше больше не платит но это будет морально нечестно почему ту лямку которую он он в том числе мужчина сделала должен тянуть должны только вы это и переходят другие отношения как только вы себе обесценить в этих отношениях в том числе эти же проблемы приходят другие отношения также следующих вы начинаете себя также обесценивать должно быть все по-честному да ну как бы по-честному это значит если вы зашли отношения в отношении богатые мужчина зашел богатый каждый расходится с тем что он есть но за алименты он должен платить если вы вместе зарабатывали дома квартиры дачи вы должны это поделить и вы не вы должны получать алименты вы не должны обесценивать свой труд вы не должны давать возможности ездить на себе мужчин мужчине если мужчина не замечает вас не любит не ценит не проводится и вами внимания изменяет его нет постоянным он не интересуется не вашим здоровьем не вашим бытом и вы все специально сами зачем вам такие отношения найдите новые отношения всегда можно и в 35 и в 40 и в 50 лет найти своего мужчину или свою свою женщину не тяните лямку и если уже делать то где вы должны обоснованно понимать для чего вы это делаете да бывает такое что не нельзя человек не может жить без этого человека тогда я понимаю в данной ситуации но хотя бы если бы если нет унижения со стороны мужчины там со стороны женщины тогда да если есть унижение обесценивание то лучше такие отношения конечно не 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 продолжать а начинать новые так что вот так вот вот мой мой краткий экскурс по этой ситуации сейчас я буду продолжать работу и покажу как я эту эту работу делаю в итоге мы сошлись с этой женщиной на том что мы еще раз повторять делаем приворот и узду чтобы этот мужчина не мог иметь сексуальное отношение с другими женщинами вот поехали в ходе общения с этой женщиной я понял что она подсознательно боится идти дальше в своей жизни в своих отношениях то что то что она заработала даже делиться с мужем да и получить элементы на троих детей да а в германии это ну приличная сумма на каждого ребенка минимум 300 334 евро нужно платить вот более того она ну как бы ей тяжело года заняться заняться именно документами чтобы поделить дом который который за который она платила извиняюсь вот платил то есть они платили с мужем за за ипотеку 50 на 50 она и своей зарплаты он свои так на секундочку те деньги на счете которые были общие она все у все что угодно лишь бы это как у меня не осуждали так вот это неправильно понятно что тяжело выяснять отношения что-то требует бывшего мужчины или женщины это всегда тяжело но как только если вы не перейдете это планку и тогда вы не просто не пойдете дальше всегда должны закончить то что вы начали да и с учетом уважения себя себя прежде всего а не другого человека а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Своим детям, которые уже выросли, не помогает ничем. А ей тяжело начать процесс, чтобы она хотя бы получала алименты и поделила тот долг, за который она оплатила свои деньги личные. Субтитры сделал DimaTorzok И более того, она всячески, то есть она, то есть он все время, муж прибедняется, у нее нет денег, последние деньги. Даже умудрялся еще в долг, в долг у нее брать по 100-200 евро. Хотя, ну, как бы выяснилось, потом я сначала сказал этой женщине, что муж копил деньги все это время и не тратил. И то есть у нее на счету достаточно приличная сумма, примерно 50-ти тысяч евро. И потом она, когда она сейчас сделала запрос специальный у нее, действительно оказалась на счету больше 50-ти тысяч евро. А он прибедняется и говорит, что у меня нет денег, дай мне в долг, не дает детям вообще ни копейки, да, там, простые нужды. То есть муж ведет себя как гондон, потому что его бывшая жена уже на данный момент дает возможность вести себя с собой так. То есть, ну, как бы, одно дело, там, он отдельно вносил, зарабатывал эти деньги на этот дом. А они тратили пополам на этот дом, на ипотеку. В тот момент, когда уже появились дети, то есть они тянули почти 15 лет ипотеку пополам. И первоначальный взнос был пополам. Вот. Вот у нас небольшой пожар произошел, такой тоже бывает. Ну, пламя было настолько сильное, что за несколько месяцев кастрюля не выдержала. И, в общем, она без мощного металла и прокалила насквозь дырку и начала прогорать полностью. Ну, вот такие вещи у нас часто выходят из строя. Так, сейчас мы не поставим, чтобы это не загорелось. Сейчас, секундочку, и кликуч. Делаем, чтобы он не случайно не воспользовался. Вот. Вот это наш красавец, который любит гулять и рассказывать женщинам, что хочет серьезных отношений. Воспользовавшись и получив полностью женщину, погуляв с ней 2-3 месяца, он просто пропадает. Но я открою секрет, это не только в Германии, в России тоже такое часто есть, что мужчина рассказывает все сказки про любовь, что он завтра женится, что он никогда в жизни не встречал такую красивую, невероятную сумасшедшую красивую девушку, что он готов вообще все, что угодно сделать. А в итоге, после того, как он получит сексуальные отношения и попользовавшись девушкой в несколько месяцев, он просто придумывает причину и убегает. Ну, в том числе и наш герой поступил так же. Как выяснилось, он не первый раз уже такие вещи проделал. Но, к сожалению, пополнил на ту девушку. И в этот раз девушка решила не оставлять это так. Я не влюбилась в него по уши и, наконец-то, дошла до меня. Вот. Я думаю, у нас все получится. Я сделаю так, что наш мужчина никуда не денется. Люди взрослые понимали. Она понимала и понимает, что ей грозит то, что я сделал. Да, данная работа делается на всю жизнь. Без обратки. Обратно ничего сделать нельзя. Я ее десять раз предупредил. Ну, вот. Теперь наш бедный мужчина, который привык всем девушкам рассказывать, какие они великолепные, красивые, и как он готов выйти замуж, попался в наши прекрасные сети. Взрывы, всякие пожары у нас происходят с периодичностью раз в неделю, раз в две. Достаточно серьезные ожоги, травмы. Ну, очень часто это все происходит. Работа, моя работа достаточно небезопасная. Более того, иногда духи злятся, не хотят. Я их заставляю делать то, что они не хотят. И тут может все что угодно произойти. Бывают, летают стулья, мебель, что только тут не происходит. Поэтому все, что здесь происходит, иногда не для слабонервов людей. Так что, вот так вот. Ну что, наш мужчина почти готов. Сейчас мы ему устроим экзекуцию. И его член будет работать только с одной женщиной. Многие, многие, многие женщины, понимая эту сду, это как пользование мужчинам. Да, вы получаете полностью, полностью мужчину, он не может иметь сексуальные отношения, но с этим приходит ответственность. Это не значит, что вот всего, получили полностью мужчину, и теперь вы будете им управлять и издеваться над ним. Работа в отношениях всегда нужна. И с обоих сторон. Как я считаю, правильно в отношениях со стороны мужчины и со стороны женщины поступать? Скажем так, у меня была так называемая жена много лет назад, которой я прожил лет 10. Но она у меня не очень хорошая жена была. Вот. Ну, что опрошу. И на тот момент, когда мы расстались, в том числе и по ее причине, я оставил квартиру на время, пока ребенок вырастет. Оставил квартиру на время, пока ребенок вырастет. Когда ребенок вырастет, я, естественно, эту квартиру продам. Я даю алименты, я одеваю своего ребенка. Естественно, эту квартиру продам, и эта женщина ничего почти не получит. Так как она не вкладывалась ни в ремонт, ни во что, и все, что там было, было сделано только за счет меня и моих сил. Вопреки, скажем так. Но если бы она вкладывалась, естественно, скорее всего, мы поделили это пополам. Но даже в таких ситуациях, когда женщина достаточно плохо себя вела в течение отличного срока, и мы жили в течение 9 лет. Из 9 лет в реальном мы жили года 4, потому что полгода мы вместе, полгода нет. И несмотря на это, человек вообще никак не вправился ни в отношении, ни в финансовом, ни в чем. Все равно я оставил возможность жить с ребенком, с детьми, пока детям не наступит 18 лет. Ну, как бы, это нормально. И давать добавь элементы. Будьте сильнее женщины, не думайте, что вы сделаете поступок, и вас кто-то скажет, будет такая плохая женщина, вы неправильно поступаете, это забираете, то забираете, если вы вместе что-то заработали по-честному, то делите это вместе. Если мужчина сделал детей, он должен платить элементы по-честному, а одевать его ребенка. Ну, увы. Я считаю так. вот единственное, у нас чугун, вот мне привезли чугунную специальную такую штучку, вот чугун пока у нас держится уже месяцев 8 или 9, а все остальное не держится. Все, гагашки разлетаются на части. Железные кастрюли разваливаются, иногда духи бесит, все кастрюли бьют об стенки, обо все, поэтому здесь достаточно грязно, и я убираюсь не так часто, потому что просто либо на время, время нет, либо это происходит примерно раз в две недели. духи могут беситься и начудить тут. Такое у нас уже достаточно часто бывало здесь. Имейте свое достоинство, женщина. И не слушайте кого-то других, а поступайте так, чтобы прежде всего свое достоинство не нарушать. Чтобы вы в этих отношениях или всех отношений, которые вы заканчиваете, потеряете достоинство. Будете шантажировать ребенка, мужчина, например, все делать будет, а вы будете шантажировать ребенком, не давать ребенку показывать. Будет платить алименты, хорошо относиться, а вы будете шантажировать встречи с ребенком, общением с ребенком, то это тоже неправильно. Если мужчина как раз плохо себя ведет, ничего не ведет, неправильно, обесценивает вас и ваши отношения, не платит алименты, вы не делите то, что вы вместе заработали, вместе, трудившись в отношениях. Тогда вы обязательно должны добиться и взять то, что мужчина не дает вам, точнее, не вам, а своим детям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я буду вносить информацию так, чтобы не страдала моя работа и чтобы вам было интересно. Пройдет еще немножко времени, я буду вносить информацию так, чтобы вам было интересно, я понимаю, о чем я буквально говорю. Поэтому некоторые вещи, которые я говорю, иногда сложно понять многим людям. У меня есть помощник и друг лучший, который, в принципе, хорошо доносит то, что я говорю, то, что я делаю, потому что с утра до вечера со мной, он видит, что я делаю, как я пахаю с утра до вечера. Он видит и результаты, и промахи мои. Конечно же, за столько лет у меня были какие-то промахи. Я человек, я не бог, поэтому где-то я промахивался, но старался доводить ситуацию до результата, и в большей степени я всегда выиграл. Для меня каждая работа – это борьба до результата, до выигрыша, потому что я люблю бороться и делать так, человек в итоге от обращения ко мне что-то получал, так или иначе. Я долго думал, на днях мы сделаем, я думаю, на следующей неделе мы сделаем выпуск, в котором я сделаю разговор со своими клиентами, которые в разговоре со мной, мы закроем их лица, останется только и голос, может быть, изменим голос, и они расскажут, как они взаимодействовали и работали со мной, что они обо мне думают. На данный момент уже согласилось человек десять, которые будут участвовать в этой трансляции. Так как всех в эфир за один раз не запустишь, скорее всего, этот блог будет продолжаться месяца два или три. Мы будем постепенно записывать тех людей, с которыми я работал, их мысли, как я работал, их понимание ситуации, их понимание, что я делаю, какой я человек, то, что многим интересно. Но, к сожалению, девяносто девять процентов, точнее почти все, никто не хочет показывать свое лицо и не хочет показывать свой истинный голос, чтобы их никто не узнал. Поэтому мы сейчас с оператором, с другом думаем, как это все сконтоновать и выкинуть, чтобы в доступном виде для людей. Но проект такой будет. Я думаю, что в начале недели мы его начнем. Я вот, как ты думаешь, мы можем, я сейчас спрашиваю своего друга лучшего, как ты думаешь, можем, чтобы человек со мной и мы закрывали его лицо? Можем. А так, чтобы через скайп это все происходило? Или через какую-то систему? Можем. Потому что у меня уже несколько, человек десять почти согласилось, готовы. А так, чтобы голос менялся еще правильно? Или это уже сложно? Тоже не могу. Это не сложно, то есть технически можно сделать там 15-20 минут, чтобы это сразу работало? Да. Вот такое онлайн веселье мы хотим сделать, да. Это в том числе и дать возможность задавать вопросы этим людям в онлайн режиме, чтобы они честно ответили на те вопросы. не я ответил, не мой помощник, а честно ответили на те вопросы, которые у вас скопились и которые у вас есть. сам по себе я все, ну, с детства я все теряю, то есть, ну, как бы у меня нормальный, я рассеянный, кстати, называется, я немножко рассеянный, поэтому теоретически видите, что я то потеряю, все, что-то ищу, это нормально. Ну, люди, которые со мной работают десятилетиями, они знают, это моя особенность, что я все теряю, что я рассеянный, бывает, я просто ухожу с себя и общаюсь с духами, и люди меня просто не беспокоят, но это близкие, все люди, которые здесь находятся, это близкие мне люди. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok